Сделаю немножко тише и хочу задать вопрос. Со звуком все в порядке? Видео слышно, видно меня? Экран, мониторик. Я смотрю, Таисия, спасибо, написали, что плюсик. Нас с вами сейчас, скажем так, не так много в начале нашего вебинара, традиционного понедельничного. Обычно мы говорим о презентации, точнее о том материале, который даем первоначально тем людям, которые стараются разобраться в информации о развитии нашего проекта с точки зрения инвестиций, с точки зрения того, что мы реализуем на сегодняшний день на мировом рынке. А сегодня, наверное, все-таки мы с вами построим вебинар в форме беседы, потому что презентацию, само собой, мы еще будем в декабре делать, касаемо развития нашего проекта. Но на прошлой неделе произошел целый ряд событий, на которых мы можем заострить внимание. Произошли кое-какие изменения, скажем так, в развитии нашего проекта. Вы знаете, был совершен переход на следующий этап развития. Ну и, скажем, достаточно существенные изменения, в принципе, произошли и внутри личного кабинета, и вообще в целом развития нашего проекта. Поэтому я вам предлагаю сейчас, наверное, все-таки построить нашу беседу сегодня действительно в форме вопрос-ответ, да, потому что есть там акция, запущенная в компании Skyway Capital на сегодняшний день. То есть, вот, поэтому если у вас есть какие-то вопросы касаемо акции, мы можем об этом тоже поговорить. Так, ну и, наверное, начнем с того, что проект наш продолжает развиваться, да. Вот, не знаю, есть ли сейчас новички у нас в комнате или нет. Судя по комнате Мирополис, я предполагаю, что нет. В социальных сетях там несколько десятков человек есть, возможно, среди них есть эта первораслурная информация. Но все-таки, наверное, данный вебинар хотелось бы подвести, ну, какую-то черту перед окончанием года, да. Вот, то есть на прошлой неделе, вы знаете, одно из самых ключевых событий, важных, наверное, в развитии нашего проекта, это переход на следующий этап развития. Если есть новички, кратко скажу, что проект группы компании Skyway был запущен в январе 2014 года, и первоначально, как и сейчас, кстати, да, было предусмотрено 15 этапов развития нашего проекта, который реализует транспортную технологию, созданную Анатолий Дарчим Ленизем. Наш советский, белорусский и российский ученый, который занимается реализацией данного проекта уже на протяжении более четырех десятков лет. Так вот, в январе 2014 года состоялось первое, скажем так, точнее, был дан старт движению по реализации технологий под названием Skyway, и выбрана платформа для привлечения инвестиций, потому что, чтобы что-то реализовать, да, в нашем мире, сегодня, в мире капитализма, да, в котором мы с вами существуем, необходимы деньги. Даже если у тебя в голове есть там сто идей, которые могут улучшить чью-то жизнь, не имея каких-либо денег, чтобы это продемонстрировать, ты ничего реализовать не сможешь. Вот, так проект у тебя останется в голове. Поэтому было принято решение после многочисленных переговоров с государственными структурами ни одного государства, не только Российской Федерации, после, скажем так, переговоров с людьми мира бизнеса, некоторые их называют олигархами, да, то есть Синицкий принял решение на базе краудфандинга привлекать инвестиции, где обычным людям, проживающим в разных уголках земного шара, было предложено стать совладельцами пакетов долей, то есть принять долевое участие в финансировании, строительство на тот момент мы называли полигона, да, либо теста участка, на котором продемонстрированы будут технические возможности нескольких видов транспорта в технологии SkyWay, то есть это грузовой SkyWay, это городской вид транспорта, да, это высокоскоростной SkyWay. Вот и в дальнейшем уже после демонстрации возможности транспорта и проведения сертификационных работ, как собственно транспортных средств, так и путевой структуры, это строительство дорог по предлагаемой технологии, то есть технология, которая имеет огромное количество преимуществ по отношению к тем четырем транспортным технологиям, которые мы с вами используем, да, технология эстакадного транспорта, транспорта второго уровня, то есть это транспорт поднят над землей, есть специальная путевая структура, так называемый струнный рельс, который по своей материалу емкости значительно меньше, чем любой другой вид путевой структуры тех транспортных технологий, которые мы с вами используем, да, Может быть, за исключением самолетов и так далее. Хотя, если мы возьмем тот же самолет, сам по себе самолет достаточно громоздкий. Плюс ко всему, самолеты летают только в тех местах, где, в принципе, можно назвать не совсем идеально, но достаточно ровная площадка, взлетно-посадочные полосы должны быть и так далее. Огромная инфраструктура для того, чтобы этот транспорт существовал. Так вот, таких капиталовложений, как строительство, например, даже аэродрома и создание транспортных средств, как самолет, здесь не нужно. То же самое можно сказать про автомобильный транспорт, где стоимость одного километра дороги на сегодняшний день колеблется свыше 10 миллионов долларов за километр и доходит до 50 порой в разных условиях. Все зависит от того, где кладется данная дорога. Высокоскоростные железнодорожные дороги, где километр, там тоже от 50 миллионов долларов, наверное, и выше. Один километр трассы. Кстати, лидером на сегодняшний день, если вы интересуетесь, в строительстве высокоскоростных железнодорожных магистралей сегодня является Китай. Буквально, наверное, 10 дней назад, у меня где-то есть ссылка на ролик, да, где рассказывается о том, какими темпами строятся высокоскоростные железнодорожные магистрали в Китае, но это действительно поражает. То есть они в год строят по 3-4 тысячи километров высокоскоростных железных дорог за год. Причем эти высокоскоростные железные дороги у них находятся также на высоте там 10, 20, 50 и выше метров над землей. То есть там промежуточные опоры, смотришь на них, да, он как небоскреб. Это промежуточные опоры, вверху проходит полотно высокоскоростных железных дорог. То есть это очень дорого. Основное преимущество транспорта SkyWay, действительно, это значительно меньше затраты на создание путевой структуры и значительно меньше затраты на поддержание всей инфраструктуры, которая будет построена. То есть имортизационные расходы на порядке ниже, чем у любого другого вида транспорта. Но это если, скажем так, подробно говорить о транспорте, как правило, мы немножко подробнее показываем ролик, что из себя представляет технология на обычных презентациях. Так вот, всего было предусмотрено, я начал, да, с того, что мы перешли на новый этап, 15 этапов развития. Каждый из этапов, он подразумевал определенное количество работ, которые нужно реализовать. Соответственно, все эти работы стоят денег, да, соответственно, на эти работы нужно, скажем так, нанимать специалистов и так далее, и так далее. Каждый из этапов подразумевал определенную сумму, которую необходимо собрать, чтобы приблизиться к следующему этапу и конечной цели реализации технологий в разных уголках земного шея. Так вот, 5 декабря, да, в 00 часов произошло закрытие 13 этапа развития и осталось два этапа. Каждый из этапов, кстати, да, вот начиная с первого и по сегодняшний день, имеет свои, ну, как я это называю, степени либо уровня доходности, либо дисконт. То есть люди, как правило, по своим возможностям приобретают какие бы то ни было пакеты долей, которые есть внутри личного кабинета компании Skyway Capital. Это мы сегодня именно про Skyway Capital говорим, да, вот. И в зависимости от той суммы, которую они инвестируют, существует дисконт, ну, и в итоге, конечно, количество долей, которые приобретает любой человек, зарегистрировавшийся в личном кабинете, прошедший процедуру верификации и выбравший для себя, скажем так, ту стратегию инвестирования, которая подходит ему. Либо это покупка долей в рассрочку, потому что у нас есть целый, скажем так, розыск, да, на сегодняшний день, по-моему, 8 пакетов, которые вы можете приобретать в рассрочку. Инвестируя небольшие денежные средства ежемесячно, вы можете в итоге получить очень приличный пакет долей. Каждая доля в дальнейшем будет обеспечена чем? То есть компания работает для того, чтобы реализовать технологию на территории всего земного шара, как мы говорим, да, то есть цель – это выйти на строительство дорог и, конечно же, итог – это конечная прибыль. Так вот, в инвестиционном меморандуме записано, что минимум 20% от прибыли компании будет в дальнейшем распределяться на те доли, которыми вы можете владеть, став совладельцем пакета долей, став соинвестором нашего проекта, да, поддержав его на начальных этапах. Начальными этапами продолжают считаться вот те самые 15 этапов развития, о старте которых было объявлено в конце января 2014 года. Сегодня мы перешли на 14 этап развития, который подразумевает свой перечень работ, то есть это уже там конкретно налаживание, скажем так, связей и переговоры о строительстве дорог в разных уголках земного шара, да, завершение, скажем, работ, связанных с строительством того же экотехнопарка на территории Республики Беларусь, сертификации и так далее, и так далее. После 15 этапа те люди, которые увидят, что да, технологии реализуются, и мы, скажем так, закрыли финансирование и сделали все, что нам необходимо, начинаем строить в разных уголках земного шара, любой человек, который примет решение присоединиться к нашему проекту, сможет купить только отдельно взятые, там, я не знаю, это может быть токены либо акции, да, потому что вы знаете, развивается криптоиндустрия, отдельно взятого какого-то адресного проекта. Сегодня тот, кто становится совладельцем пакетов долей на протяжении вот этих самых 15 этапов развития, он в дальнейшем сможет получать, ну, так называемые дивиденды, да, будем называть вещи своими именами, на то количество долей, которые он приобрел в течение вот этих первых 15 этапов развития. Вот таким вот образом, то есть те, кто становится собственниками долей, сейчас в дальнейшем будут получать прибыль, вот, гибы мы не построили дорогу по технологии Skyway, да, то есть компания будет получать разные суммы в виде прибыли, в разные проценты, в зависимости от тех договоров, которые будут между компанией и теми, скажем так, структурами, которые приняли решение строить дороги у себя, там, не знаю, на континенте, в стране, там, либо, возможно, это будут какие-то частные компании, потому что, вы знаете, у нас есть все сегменты транспортного рынка, это, как я говорил, уже городской пассажирский транспорт, это международный, международный высокоскоростной транспорт, это грузовой Skyway. Ну, буквально два слова скажу, что были мы сейчас на мероприятии, которое прошло в субботу в Москве, у нас там был стенд компании Skyway Capital, на котором мы, скажем так, рассказывали о технологии, рассказывали о нашем проекте, о возможностях, которые до сих пор еще существуют для инвесторов, потому что это предприятие связано, в первую очередь, с миром инвестиций, да, оно называлось Private Money Forum 2019, организовано оно было Академией Брайана Тресси, и, в принципе, это гостиница «Космос», достаточно большой зал, большое количество людей, и, ну, я сделал для себя один вывод, вот, мы, как бы, особенно те инвесторы, которые пришли в наш проект в 2014 году, что вот мы давно там, уже пять лет целых работаем, и так далее, и так далее, все знают, что наш проект такой есть, те, кто хотел, мы уже проинвестировали, а те, кто, скажем так, не хотел, уже как бы не инвестируют. Вы знаете, большое количество людей, Ну, достаточно солидных с виду, да, тех, которые, скажем так, для которых мир инвестиций не что-то новое, которое уже инвестируют в разные направления, да, с большим вниманием интересовались нашей технологией, задавали свои вопросы, оставляли свои координаты с целью дальнейшего ознакомления с развитием нашего проекта. То есть это о чем говорит? О том, что, в принципе, еще огромное количество людей, которые вообще не соприкасались с информацией о том, что есть такая технология, что есть такая возможность стать совладельцами пакета вдали и в дальнейшем получать доход. И такие люди будут всегда, эти люди, наверное, не закончатся никогда, неважно в какой стране, скажем так, мы рассказываем о технологии. И вот, в принципе, я еще раз получил подтверждение того, что сколько мы там не писали, сколько у нас не существует сайта, а сайты, вы знаете, например, компания Skyway Capital мы запустили в феврале 2014 года, ой, 15-го года, да, то есть сама компания Skyway Capital стартовала, первую презентацию лично я проводил, это был 24 февраля 2015 года. Вот тогда у нас появились первые пакеты, тогда, скажем так, ну, первые какие-то маркетинговые шаги и так далее, и так далее. Так вот, это мероприятие действительно дало определенное понимание, что в мире инвестиций еще существует огромное количество людей, которые даже просто не знают о том, что есть такой проект, который может, но очень здорово финансово сказаться на их дальнейшем продвижении в мире финансирования, инвестирования, привлечения денег и получения дохода, будем говорить таким вот образом. Что еще хотелось бы отметить, коллеги, да, все мы говорим о том, что, да, мы перешли на 14 этап. Кстати, все заглянули внутрь личного кабинета, все обратили внимание, насколько изменились пакеты. Помните, да, мы долгое время говорили о том, что у нас возможность инвестирования в технологию Skyway посредством личного кабинета Skyway Capital стоит там символических денег, даже смешных денег, над которыми, скажем, смеялось огромное количество людей, называющих себя инвесторами. Так вот, если вы помните, до окончания 13 этапа минимальный пакет у нас был стоимостью 15 долларов в Соединенных Штатах Америки со своим дисконтом, да, там был 14 дисконтов. Сегодня минимальный пакет, который может приобрести абсолютно любой человек, стоит 50 долларов. То есть, соответственно, те инвестиционные возможности, о которых мы говорили в конце 13 этапа и говорили о том, что, друзья, сейчас самое лучшее время, да, там, проинвестировать, там, сэкономить какие-то свои деньги. И в основном, правда, на 15 долларов приходили те, которые либо совсем без денег, либо те, кто пришел попробовать и посмотреть, что случится с их 15 долларами, да. Вот, а потом, как правило, большинство тех, кто инвестировал 15 долларов, брали другие пакеты, гораздо больше. Потому что они обнаружили, что ничего страшного не случилось, скажем так, небо на землю не упало, их деньги никуда не пропали, у них есть инструмент в виде личного кабинета, в котором большой объем информации. Мало того, у них появлялся инструмент в виде партнерской программы, который позволяет сейчас создавать свой источник дохода посредством организации и управления партнерской структурой тех инвесторов, которых вы можете пригласить в наш проект посредством личных рекомендаций, посредством, скажем так, работы в интернете, посредством рекомендаций тех людей, которые пришли за вами. То есть многоуровневая партнерская программа, позволяющая вам создавать источник дохода уже сейчас, не дожидаясь, пока компания выйдет на мировой рынок, да, не дожидаясь тех самых дивидендов, о которых мы говорим, либо, скажем так, не дожидаясь момента монетизации тех долей, которыми вы владеете, будь то посредствами, скажем, обычно биржевых каких-то операций, может быть, криптобирж и так далее, мы это увидим в будущем. То есть какой способ будет выбран, сейчас, скажем, уже сказать трудно, потому что до недавнего времени, да, до недавнего времени существовала только обычная традиционная биржа, вы помните, да, сейчас уже появилось крипто направление, появилась криптоиндустрия, да, и в принципе, эта индустрия, невзирая на то, что основная часть ее пока действительно находится, скажем так, в секторе спекулятивного роста либо падения, да, большинство людей, которые приобретают криптовалюту за ней, за эту криптовалюту никаких операций не осуществляют, а просто ждут, подорожает она, либо она упадет, как было сказано, скажем так, статистика, более 60% всех купленных биткоинов легли на кошельки людей, куда больше не двигались, то есть люди ждут, что эта инвестиция им принесет там огромные деньги в будущем, да, вот, сама же криптовалюта, как говорили, что там, я не знаю, Сатоши Накамото там, кто-то говорит, что это выдуманный человек, кто-то говорит, что это реальный, то есть биткоин задумывался не только как криптовалюта, да, но и как средство, позволяющее людям рассчитываться друг с другом, минуя банки очень быстро там и так далее, и так далее. Подразумевалась высокая скорость проведения транзакций и многое что еще. Хотя сейчас, может быть, биткоин там не самый быстрый транзакций, появляются криптовалюты, которые намного быстрее, скажем так, проще добываются и так далее, но просто это, скажем так, база, это основа, да. Скажем, как доллар США, основа, скажем, для валютного мира, для валютной операции всего мира на сегодняшний день, да, так вот и биткоин, наверное, пока на сегодняшний день позиционируется в мире криптовалюты. Так вот, на сегодняшний день, как я говорил, мы перешли на 14 этап и минимальный пакет для инвестиций внутри личного кабинета стал стоить 50 долларов США. В принципе, идея такая была уже давно, но компания следовала своему принципу, чтобы инвестиции были доступны всем. Вы помните, да, у нас на сайте был такой броский лозунг, что инвестировать может каждый, он, в принципе, никуда не делся. Но, в принципе, 50 долларов, по большому счету, это тоже не ахти какие деньги, и приобретая за эти 50 долларов 900 долей с дисконтом 18, вы становитесь собственниками этих 900 долей. Про этапы я еще два слова скажу. Ну, конечно же, на первом этапе, который у нас стартовал в январе 2014 года, вот тот уровень доходности, либо дисконт, он составлял тысячи раз. Потому что был момент наивысшего риска вложения денежных средств в развитие нашего проекта. Были только документы, были какие-то видеоролики, был Анатолий Дарович Реницкий со своей уверенностью, что он реализует данную технологию и докажет всему миру, что можно создать транспорт, который будет передвигаться по таким путевым структурам, как струнные рельсы и так далее. Сегодня у нас есть этому документальное подтверждение, у нас есть физическое воплощение технологии в виде того, что у нас на сегодняшний день представлено на территории экотехнопарка в Республике Беларусь, в виде того, что мы построили уже 400-метровый участок с гибкой путевой структурой на территории Skyway Innovation Center в Шарже. Арабская сторона периодически приходит и контролирует, что строится у нас на территории Skyway Innovation Center в Шарже. Это наш демонстрационный центр, точнее это центр, скажем так, представления технологии. И там будут представлены и транспортные средства, и путевая структура, которые в первую очередь будут ориентированы для тропического климата, для климата той страны, где планируется это реализация. То есть это Объединенные Арабские Эмираты и соседние страны с Объединенными Арабскими Эмиратами, плюс целый ряд стран, находящихся близко к экватору. Будь то там Южная Америка, будь то африканские страны и так далее. И вот задача была показать жителям и руководству страны Объединенных Арабских Эмиратов, что мы реально можем создать и транспортные средства, и путевая структура, которая будет работать в их условиях. Это было продемонстрировано, я думаю вы все видели, да, и видеоролики, и была новость, что наш инновационный центр посетил шейх Шаржа не так давно, господин Аль-Касимий. Но вот та новость, которая, скажем, прошла, может быть, немножко незаметна, да, это то, что территорию нашего Skyway Innovation Center в Шарже посетил министр экономики Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом у нас новость была в Фейсбуке. Кстати, вот данные снимки, данная фотография, она снята, взята не из наших каких-то источников, да, а это было взято с Инстаграма технологического парка Шаржа. Вот информацию, кстати, об этом посещении вы можете найти в канале в Фейсбук компании Skyway Capital. То есть технология продвигается, скажем так, в том направлении, которое было намечено еще в 2014 году. Да, были свои сложности, были, скажем, наверняка какие-то залипания со сроками. Еще опять же скажу, что основные, основной приток денег данной технологии, благодаря которой мы двигаемся, это деньги физических лиц, инвесторов, таких как вы. Вот кто сейчас слушает информацию, да, практически когда-то называли мы это народным инвестируем, но, наверное, актуальность этого не пропала и на сегодняшний день. То есть основные деньги, приходящие в наш проект, они ведут в реализацию технологий, это деньги физических лиц, лиц инвесторов, которые проживают на сегодняшний день в более чем в 200 странах и территориях, да, и таких инвесторов на сегодняшний день свыше 400 тысяч человек. Вот то, что мы имеем на сегодняшний день, да, то есть мы построили практически инновационную демонстрационную площадку нашей технологии на территории Республики Беларусь. То есть, если посмотреть, что было еще 4 года назад, да, на территории, там, где сейчас цветут сады, там, где у нас есть 5 видов путевой структур, где демонстрируются, скажем так, транспортные средства Skyway, есть уже и производственные площади прямо на территории, испытательные площади самого Экотехнопарка, там есть лаборатории для испытания, скажем так, двигателей, мотор, колес, элементов путевой структуры, токосъемы, да, то есть о котором мы говорили где-то года полтора назад и мы слышали, скажем так, упреки и критику того, что вот обещали токосъем, его нет до сих пор. Так вот, на токосъемом, создание токосъема сейчас работает и действительно на высоких скоростях и очень мощные транспортные средства, которые будут перевозить большое количество пассажиров, наверняка будет использоваться технология токосъема. То есть, каким образом будут, скажем так, запитываться двигатели, находящиеся на транспортных средствах, это вот будет уже продемонстрировано специалистами нашей компании. Сегодня свыше тысячи человек, специалистов, скажем, разных направлений трудятся над реализацией технологии в Республике Беларусь. В июне месяце 2014 года был один сотрудник, генеральный конструктор технологии Анатолий Дорочевницкий. На сегодняшний день это инженерные, конструкторские кадры и люди, скажем так, которые работают в направлении финансов. Большое количество программистов, работающих над такими элементами, как машинное зрение, искусственный интеллект, создание собственной криптоплатформы, блокчейн-платформы. Потому что, как было заявлено, в дальнейшем реализация технологии Skyway и основой будет собственная блокчейн-платформа, которая будет контролировать все перемещение транспортных средств, раскладывать денежные средства по мере перемещения транспорта в те карманы, в которые это положено разложить. То есть, будут заключены умные смарт-контракты по доставке чего-то из точки А в точку Б, и в процессе уже перевозки груза на тех участках, где проедет, например, это транспортное средство, за использование этой путевого структуры, за все остальное будет осуществляться раскладка денежных средств. В каком виде, в виде, скажем так, фиатной валюты, либо в криптовалютах, я думаю, это будет в дальнейшем показано. Но есть вероятность, что это потихоньку-потихоньку будет переходить в мир крипты. Хотя, сколько лет еще займет, скажем так, разработка технологий блокчейна, и как быстро она войдет во все сферы нашей с вами жизни, я пока затрудняюсь ответить, я небольшой специалист в этом. Но одно могу сказать, что технология блокчейна начинает использоваться в банковской сфере, в юридических каких-то моментах и так далее. Это да, это входит в нашу с вами жизнь. И блокчейн, как таково, единожды появившись, он просто так никуда не пропадет, он будет использоваться, он будет расширяться. Это выгодно с точки зрения, в первую очередь, прозрачности всех действий, которые делают, я не знаю, партнеры по отношению друг к другу, государство и так далее. То есть, если заключены какие-то, скажем так, договора, подписанные и прочее, то есть, об этом видят многие люди, изменить уже ничего нельзя, что очень важно. То есть, почему многие государства, например, я так думаю, препятствуют развитию данной технологии, потому что многие закулисные схемы с валютами, с чем-то еще, с какими-то там госзакупками и так далее, их нельзя будет утаить. Если все это делают на платформе блокчейна, то все это будет видно. Соответственно, что? Невозможной станет коррупционной схемой. Вот в этом, наверное, большой плюс. Дай бог, чтобы в этом направлении развивалась технология блокчейна. Потому что когда-то интернет тоже, скажем так, развивался, и все думали, что вот это будет окно в мир и так далее, но интернет показал, что его можно использовать как во благо, так и во вред. Но, в принципе, как, наверное, любую вещь, как и любую, скажем так, информацию и так далее. Вот мы питаем большие надежды на то, что наши технологии, которые сейчас разрабатываются у нас в Республике Беларусь, потом в дальнейшем будут разрабатываться на территории тех же Эмиратов и в дальнейшем мало где еще, то есть там, где будут получены векторы развития нашей технологии, создаваться там, те же заводы будут появляться и так далее, производственные площади, что она способна объединить мир. Объединить мир на платформе высокой мобильности, низкой стоимости, высокого уровня комфорта, если касаемо пассажирских перевозок, быстрой доставки грузов из одного конца земного шара в другой конец земного шара, на платформе, опять же, прозрачности, что все это может быть видно, если будет до конца реализована наша блокчейн-технология. То есть это то, к чему мы двигаемся. Итак, друзья, мы перешли на 14 этап, и те пакеты дальней, которые вы сегодня уже можете приобрести в личном кабинете партнера компании Skyway Capital, они находятся внутри личного кабинета. Если среди вас есть те, кто не зарегистрирован, то первое, что вы можете сделать, разобраться в информации, почитав ее на сайте, да, либо по ссылкам тех людей, кто вас пригласил на наши другие информационные ресурсы, такие как лендинги, у нас есть сайт либо лендинг, да, на котором вы можете посмотреть в формате виртуальной реальности, как мы называем его, сайт 360, да, то есть там есть несколько образцов видео и фотографий, которые сняты вживую на территории Экотехнапарка. То есть вы физически у себя дома можете на своем смартфоне или планшете посмотреть, на 360 как бы покрутить этот планшет и посмотреть, как выглядят будущие здания вокзалов, как выглядит уже сегодня реальный транспорт, практически посидеть в движущемся юнибусе и так далее, и так далее. Кстати, это то, что мы демонстрируем на мероприятии, которое прошло у нас в субботу. Людям очень нравилось, у нас был, скажем так, рулап, стенд, да, на котором был изображен QR-код, и очень многие присутствующие, которые были на мероприятии Академии Брайана Тресси, снимали этот QR-код и при помощи программы, установленной на смартфонах, планшетах, там, на телефонах, они просматривали этот сайт, но и многие были удивлены. После этого подходили, задавали вопросы, интересовались, оставляли свои данные для того, чтобы получить более подробную информацию. Итак, друзья, переход осуществлен. Важный момент, действительно, это посещение нашего экотехнопарка, как я уже говорил, да, министром экономики Объединенных Арабских Эмиратов. Его лично приводил на территорию Skyway и на Высшем Центре господин Аль-Махмуди, который является исполнительным директором технологического парка Шарджи. Вот. Ну и что хотелось бы отметить, да, в прессе опять продолжают о нас говорить, рассказывать, что из себя представляет технология. Есть целый ряд изданий, которые уже периодически размещают информацию о развитии нашей технологии на своих страницах. Ну вот, например, уже порядка, наверное, сколько получается. Сегодня 19-й год, 16-й. Наверное, три года мы сотрудничаем с журналом OnAir. Это бортовой журнал компании Белавиа, да, то есть белорусская авиационная компания, перевозчика. И вот сейчас уже, наверное, это получается пятый выпуск, наверное, по счету, в котором дается информация о развитии нашей технологии, о тех темпах, которыми мы развиваемся, с которыми мы двигаемся. Вот. Что хотел бы еще добавить по поводу изменений, либо там дополнений, которые произошли в компании Skyway Capital, ну, с точки зрения, скажем так, ведения бизнеса, с точки зрения работы по партнерской программе и с точки зрения приобретения пакетов долей. Я думаю, многие из вас помнят, что у нас была такая акция, да, если человек вновь зарегистрированный в течение недели там верифицировался и приобретал себе любую из пакетов долей, да, то он получал к тому количеству долей, которые он приобрел, еще и 10% в подарок. Вот те, кто не помнит такого и не знает, поставьте знак минус. Потому что мы об этом говорили давно, я, по крайней мере, в Мирополисе ее вижу, а мои коллеги мне подскажут, есть ли такие в социальных сетях, которые не знали о том, что у нас есть такие условия. Опять же, мы говорим, что такие есть, то посещайте вебинары, внимательно слушайте спикеров, да, заглядывайте внутрь личного кабинета, смотрите новости, где мы об этом сообщаем. Так вот, у нас с момента старта 14-го этапа, и пока, как это было сказано, до конца декабря месяца, да, следующая акция, то есть она расширена, расставима вот тех самых 10%. То есть если вы сами зарегистрировались, например, вот этот промежуток времени, преодолели для себя какой-либо из пакетов в течение недели, это 10%, вам начисляется на ваш акцион, еще, вы потом это можете оформить, то есть дополнительные подарочные доли, да, то в чем, скажем так, произошло расширение акции, о которой вот я сейчас сказал, в том, что если вы регистрируете нового опнера, да, там, нового инвестора до нового года, и он в течение недели осуществляет верификацию, приобретает себе любой из пакетов долей, то если вы тоже начнете приобретать для себя, что бы то ни было, у вас, вам тоже будет начислить 10% от того пакета, который вы себе выберете. То есть это идет речь не о том, что вам по маркетинг-плану начислятся какие-то там бонусы и так далее, а именно в том случае, если вы кого-то пригласили, человек пришел себе приобрел, и вы сами себе тоже еще хотите что-то купить, соответственно, вам тоже будет предоставлена возможность в течение, скажем так, вот этого срока действия акции получить 10% сверху тех долей, которые вы приобретете. Вот это та акция, которая у нас запущена 6 декабря 2019 года. В целом же, если сказать, да, мы выше на определенный уровень развития. Да, есть какие-то итоги развития нашей компании за 2019 год. Сейчас бы я вам хотел, наверное, предложить, записать какие-то вопросы, которые у вас есть, и пока вы будете писать эти вопросы, я просто вам включу ролик, который расскажет о промежуточных итогах развития нашего проекта, именно компания сейчас, Skyway Capital, по итогам 2019 года. Я думаю, основные итоги, чего мы добились, они будут объявлены уже где-то недели через 2-3. Возможно, это сделает сам Анатолий Дарычевницкий. Давайте дождемся этой информации. И, в принципе, еще в декабре, возможно, какая-то, скажем так, информация касаемо развития нашего проекта в тех же Эмиратах. Давайте просто внимательно следить за новостями. Итак, друзья, если есть какие-то вопросы, пишите сейчас в чаты соцсетей и здесь, в комнате Мирополис. То есть мы с вами посмотрим ролик по промежуточным итогам развития технологии за 2019 год. Еще раз хочу сказать, мы стартовали в 2014 году. Строиться мы начали, да, то есть первые какие-то работы на территории, где сейчас находится Экотехнопарк. Через полтора года было осуществлено первое, скажем, ручье лопаты на территории бывшего танкового полигона. Это было лето 2015 года. То есть фактически четыре с небольшим года проделан большой объем работ, где мы были представлены и на многих крупных международных форумах. И, скажем так, порядка четырех десятков больших международных делегаций посетили территорию Экотехнопарка, наши производственные площади, конструкторские помещения, общались с Анатолием Городовичем Милинским, то есть вникали в то, что из себя представляет технологию. Плюс еще не один десяток форумов, на которых выступали специалисты нашей компании и говорили о концепции технологии струнного транспорта. Проделан огромный объем работы. Мы сегодня, как я уже говорил, фактически достроили Экотехнопарк Белоруссии. Мы развиваемся на территории Объединенных Арабских Эмиратов. И вот эти промежуточные итоги сейчас у нас будут продемонстрированы в ролике. Жду ваших вопросов. Не прощаюсь пока. Зачем нужны инновации? Инновации помогают найти новый взгляд на проблему и сделать жизнь людей комфортнее. Масштабные незаметные технологические открытия влияют на развитие целых цивилизаций. Первые корабли, паровой двигатель, освоение космоса. Некоторые открытия навсегда изменили отношение людей к миру. В 21 веке жизнь людей способен изменить проект SkyWay. Почти никто не слышал о струнном транспорте в 2014 году. Сегодня в проект SkyWay инвестировали сотни тысяч людей из 200 стран мира. Струнный транспорт показали на 19 международных выставках от Берлина до Сингапура. 34 международные делегации из чиновников, ученых и предпринимателей посетили центр испытания SkyWay в Белоруссии. 2019 год стал для SkyWay годом достижений, которые определят направление его развития на десятилетия вперед. Так, в феврале этого года струнный транспорт представили на Всемирном правительственном саммите в Дубае, где ежегодно выступают представители науки, политики и искусства – от Барака Обамы до Илона Маска. На мероприятии Министерство транспорта Дубая показало «Дубай SkyPods» – проект автономного струнного транспорта для системы городских пассажирских перевозок Дубая. Во время саммита транспорт SkyWay оценил эмир Дубая, премьер-министр Объединенных Арабских Эмиратов Мохаммед Ибн Рашид Аль Мактум. Параллельно дубайскому саммиту в эмирате Шарджа началось строительство испытательного центра SkyWay для климатических условий Ближнего Востока. На 25 гектарах в течение нескольких лет построят четыре струнные трассы, исследовательские лаборатории и центр подготовки специалистов по струнным технологиям. Это место станет отправной точкой развития международных проектов SkyWay на Ближнем Востоке. Всего через два месяца после начала саммита правитель Дубая утвердил проект 15-километровой трассы SkyWay в самом центре города. Струнный транспорт на этом маршруте сможет перевозить 8,5 тысяч пассажиров в час. Утверждение этого проекта стало первым масштабным доказательством коммерческого потенциала технологии струнного транспорта. Не менее насыщенным оказалось лето этого года. В начале сезона была запущена блокчейн-платформа SkyWay, которая в будущем станет системой сбора данных, управления и расчетов внутри глобальной транспортной сети SkyWay. Десятки тысяч инвесторов уже смогли обменять часть своих долей на токены блокчейн-платформы SkyWay и получили для себя новый финансовый актив. Также в начале лета проект SkyWay включили в число экспертов ООН по программе «Цели в области устойчивого развития», которая направлена на улучшение благосостояния и защиты планеты от негативного влияния человека. Организация объединенных наций и основатель проекта SkyWay Анатолий Юницкий сотрудничают с 1998 года. С тех пор белорусский инженер дважды получал гранты ООН на реализацию проектов, связанных со струнным транспортом. Главным событием лета стала ежегодная презентация струнных технологий в Центре испытаний SkyWay в Мариной Горке. На мероприятии инвесторам впервые показали тестовую версию высокоскоростного транспорта SkyWay, который в будущем сможет разгоняться до 500 км в час. По традиции на презентации выступил основатель проекта SkyWay Анатолий Юницкий. Он отметил достижения проекта ВОАЭ, рост числа работников струнного транспорта и поделился планами на будущий год. Гостями мероприятия в этом году стали более 5000 человек, а репортажи о нем вышли на крупных международных СМИ, таких как российский федеральный телеканал РБК. В начале осени из Беларуси в ОАЭ отправится тропический юникар для участия в запуске первой линии струнного транспорта в Центре испытаний SkyWay в Эмирате Шардже. Саму транспортную линию запустили в конце октября. Открытие первой линии в ОАЭ посетил Эмир Шардже, султан бин Мухаммад Аль-Касими и крупнейшие чиновники региона. Эмир благословил начало работы первой струнной трассы на Ближнем Востоке и пообщался с основателем проекта SkyWay Анатолием Юницким о перспективах будущего сотрудничества. Это событие освещали государственные СМИ Эмирата, Шардже-24 и Шардже-ТВ. Первый в истории струнный транспорт поехал по трассе в Беларуси через два года после начала строительства Центра испытаний. В ОАЭ на это ушло восемь месяцев. В следующем году SkyWay ожидают новые достижения. Развитие трасс в испытательном центре в Шардже, струнный транспорт на выставке Экспо-2020 и многое другое. С каждым годом масштаб проекта SkyWay становится все больше. Больше инвесторов, больше проектов, больше партнеров и инженеров. Каждый, кто делает свой вклад в развитие струнных технологий, становится частью истории. Истории чистой планеты и безопасного передвижения. Для инвесторов и партнеров проекта SkyWay это возможность объединить мир. Объединить для лучшего будущего, которое мы приближаем. Вместе. Итак, друзья, таковы были итоги, скажем так, промежуточные до развития группы компаний SkyWay. Компания SkyWay в частности, кстати, у кого здесь, скажем, устройство, благодаря которому вы можете графировать QR-код, этот QR-код будет ввести на сайт, на котором как раз продемонстрированы видео и фотографии, где вы можете в формате, скажем так, 360 виртуальной реальности посмотреть и на станции, и на транспортные средства и так далее. Итак, я вам говорил перед роликом, что после него мы сможем с вами пообщаться и ответить на вопросы, но мне сообщили, что в соцсетях вопросы так и не возникли. В комнате Мирополис мне тоже никто ничего не написал. То есть получается, что информацию, скажем так, усвоили. Важно следующее, да, понять. Коллеги, если вы являетесь нашими партнерами и инвесторами, посмотрите, что произошло с личным кабинетом и какие условия у нас появились на 14 этапе. Я говорю про сами пакеты долей, про дисконт, который уменьшился, да, соответственно. Вот. И за те же самые деньги на сегодняшний день можно приобрести уже меньшее количество долей. Когда будет осуществлен переход с 14 на 15 этап, произойдет то же самое. Я просто могу на примере пакета, который стоит 150 тысяч долларов, да, это крупные инвестиции с одной стороны, хотя появляются люди, которые такие инвестиции делают. Так вот, если на 12 этапе, да, за те же самые 150 тысяч долларов можно было приобрести пакет с дисконтом 65, если, скажем так, предыдущий этап был 60, то сейчас 57. То есть, если на предыдущем этапе более 9 миллионов долей можно было приобрести, то сейчас это 8 миллионов 550 тысяч. И на следующем этапе, на 15-м, также произойдет уменьшение. Поэтому мы перешли на новый этап развития. Если вы являетесь активным человеком, скажем так, небезразличным к теме получения дохода, да, к реализации нашей технологии и так далее, вы можете сейчас продолжать, я говорю фразу, не активно включаться, а продолжать общаться с людьми, которые вас окружают, давать информацию о том, что из себя представляет наша технология, какие преимущества будут у людей при создании таких дорог, при использовании технологии, да. И что на сегодняшний день может получить каждый, неважно сколько ему лет, где он проживает, да, какая валюта у него в стране, если он станет владельцем любого из пакетов долей. Ну, сразу хочу сказать, что вы наверняка взрослые люди и понимаете, да, чем большее количество долей будет у вас на момент, скажем так, монетизации технологии или на момент выплаты дивидендов с прибыли компании, тем большее количество денег придет в ваш карман. Вот что я вам хочу сказать. Подогнать в плане того, что берите там, покупайте, нет, но просто я думаю, что большинство из вас это понимает. Если вы владеете, например, 100 тысяч медалей, это будет одна сумма, а если миллионом, соответственно, эта сумма, которая будет распределяться между людьми, будет в 10 раз больше и так далее. Пакет сегодня, купленный за 50 долларов, где вы будете владеть 900 медалей, это хороший пакет, но в принципе денежных средств много, наверное, по крайней мере на первом этапе, если не получится. Итак, друзья, у меня все, отличной вам зимы, да, которая наконец-то начинает двигаться полным ходом, хотя зима в Москве на второй неделе сосуществования больше превратилась, наверное, в какую-то мокрую, слякотную осень. Те, у кого зима есть настоящие, поздравляю, у кого есть снег, у вас на улицах чище, светлее, посмотрим, что будет в новом году. На следующей неделе в это же время мы уже поговорим непосредственно информацией касаемо нашего проекта, мы приведем полноценную презентацию, а не просто какие-то ответы на вопросы, итоги, да, нескольких мероприятий, которые были на предыдущей неделе. Возможно, за эту неделю появятся какие-то новости, которые, скажем так, нас приподнимают там на седьмое небо и не опустят обратно, да. Давайте внимательно следить за развитием проекта, вот, мыслить позитивно, здоровья, любви и денег вам, здоровья вашим близким, вот, успеха всем родным и близким, чтобы все было хорошо, радости каждому дню, вот, и сладостно и стоми засыпать вечером с пониманием, что, скажем так, день прожит не зря, что вы чего-то научились, чего-то достигли и так далее. Ну и с предвкушением следующего дня, что он будет еще лучше, чем предыдущий. Итак, друзья, до новых встреч, спасибо за внимание, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок